Короче, сегодня все будет на детализацию рецепса бедра. А ты что, уже снимаешь? Да. Я тут разминаюсь. Причем все так удивляются, что я тренируюсь с маленьким весом и у меня настолько объемные. Я, конечно, не считаю свои мышцы объемными. Ты видел в сторис, да, я писала про, ну, когда мы с Лизой в зал пошли? Нет. Может быть, я пропустил или не обратил внимания? Да мы просто приходим в такие в зал, ну, тренировка спины. Лиза такая, надо сейчас пола это сделать, типа, ну, прям с маленькими весами. И я такая, ну, да, сажусь сделать, это тяга верхнего блока. Ну, такая, сделала, Лиза садится после меня. Я тут что-то походила, сажусь и не вижу, что у нее вес-то другой. Думаю, ну, мы примерно с одним, наверное, занимаемся. Я этот гриф опустить не смогла ни разу просто. Я вот так на нем повисла. И просто смотрю, там, Лиза, 24 килограмма, там, берет гантель, тягает. Я говорю, вот это, конечно, маленькие веса, чисто разминочные такие. Слушай, на самом деле я же тебя вижу в зале, можешь сказать, первый раз. Ты вообще такая миниатюрная. Ну, это да, это в принципе все говорят. Ты просто на сцене, ты вообще какая-то другая. Я просто... Ну, это же создается именно, как бы детализация дает объемы. Если я выйду гладкой, то я просто буду смотреться вот такой вот на сцене. Там, ну, я потеряюсь вообще на фоне всех. Потому что у меня и пропорции маленькие, то есть, ну, у меня все узкое. Вот, а если еще и мышцы будут гладкие, то это будет выглядеть визуально, как, ну, такая очень худая девочка. Поэтому я всегда вот загоняюсь на тему того, чтобы у меня ноги делились. Потому что, ну, я действительно буду очень-очень маленькой смотреться. А мышцы детализации, это всегда создает визуально объемы. Даже на сушке пропорции уменьшаются. Но если мы будем смотреть даже по фото, там сравнивать, то человек на сушке, он выглядит более объемным. Потому что жира нет, мышцы прорисованы. И как будто там прям вот что-то вот такое. Так, ладно, вернемся к нашим тренировочкам. То есть, сегодня лайтовая тренировка. Сегодня тренировка на детализацию с маленькими весами. И сегодня я работаю именно над разделением бицепса бедра, чтобы как раз-таки был вот этот вот красивый переход от ягодиц к бицепсу бедра. Чтобы у него такая сплошная масса была. Сколько ты тренируешь раз в неделю ноги? Три раза. Ну, у меня две тяжелые тренировки. И третья тренировка, она вот такая. Ну, послабее, так скажем. Убрала я сейчас вообще все упражнения, где работает квадрицепс. Ну, ладно, одну оставила у меня. Приседание плее. Вот, потому что отзывается он у меня хорошо, так скажем. То есть, ты три раза качаешь ноги вне зависимости, межсезон, или это уже соревновательная подготовка? Ну, вот, когда я набирала, я качала ноги два раза в неделю. И все эти... Ну, тренировки были сами тяжелее. То есть, там были две полноценные тренировки, но они были прям такие, чисто на выживание. И сейчас я разделила, и тренировки стали полегче. И начинаю тренировку я всегда с нее. Именно с этого упражнения, да? Да, именно с этого, потому что, когда у меня тяга идет не первым упражнением, начинаю чувствовать, как у меня забивается поясница. То есть, если я включаю это упражнение в начале, то, соответственно, у меня больше получается контролировать, потому что мышцы еще не забиты, и прям нагрузки на поясницу я не чувствую. Поэтому она всегда идет первым. Ну, и самый большой вес тут будет 15 килограмм. Вот, в принципе, больше мне не нужно вообще. Вот многие думают, что, чтобы, как бы, сделать такую хорошую мышечную массу, набрать хорошую мышечную массу, нужны большие веса. Но, как бы, это не так. У меня с большими весами вообще работа не идет. Тут самое главное – концентрация. Концентрация и способность почувствовать целевую мышечную группу. Потому что, что мы видим чаще всего, девочки, особенно новички, они приходят в зал, они навешивают на штангу, там, кучу блинов, но при этом они хотят, чтобы у них выросли ягодицы. Но тут, как бы, видно, что их ягодицы не могут вытянуть такой вес. Ну, это уже слишком. И там начинают подключаться другие мышечные группы. Она уже начинает тянуть квадрицепсом, она начинает тянуть спиной. В общем, чем угодно, только не ягодицами. Вот, поэтому очень нужно быть осторожными с вопросом веса. Его нужно чувствовать и чувствовать именно нужным местом, так скажем. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше по поводу вот как раз-таки тяги. Что делают многие? Они делают отведение таза, потом они разгибаются, они еще как бы прожимают вот так ягодицы. И вообще, еще одна ошибка большинства, что люди концентрируются именно на, так скажем, искусственном сокращении. То есть мышцы, они не растут от того, что мы их сжимаем максимально. С таким же успехом мы можем просто вот стоять прямо, да, сжимать ягодицы, но они от этого не вырастут. То есть мышца, 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 она растет, когда она совершает работу. То есть она совершает растяжение и сокращение. И чтобы прогрессировать, ей не нужно какое-то дополнительное там прожимание. Единственное, что мы получаем, мы просто даем больше нагрузки на именно поясницу. Поэтому вот кто делает вот это вот движение, не надо его делать. А как часто меняется тренировочная программа? Надо спросить у моего тренера. Ну так получается, что у меня она меняется где-то раз в 4 месяца. Раз в 4 месяца? Ну... Не, на самом деле это абсолютно нормально, потому что, как правило, девочки там каждые 2-3 недели пишут тренеру о том, что что новое. Нет, да ладно каждые 2-3 недели. У меня там были девочки, которые думали, что вот каждую неделю нужен новый план тренировок. Вот, но тут мы должны понимать, то есть для чего люди вообще занимаются. То есть есть же разные типы, так сказать, психики и вообще восприятие. То есть кто-то понимает, что он занимается на результат, и он понимает, что он сам ничего не понимает, и он доверяет тренеру. И, собственно, как тренер говорит, так он и делает. И, ну, любой адекватный человек скажет, что не нужно менять тренировочную программу, там каждую неделю, каждые 2 недели. Мышцы должны привыкнуть, должны адаптироваться, особенно если это новичок. Вот, и только потом уже, да, мы прогрессируем, мы там что-то меняем. Вот, ну, а я вношу изменения где-то раз в 2,5 месяца. Ну, там чуть-чуть меня. То, что Антон присылает чуть-чуть. Вы решите это. Так, я работаю в разных вариациях. С прямой ногой, с выпрямлением и, так скажем, в короткой амплитуде. И пошли, ребят. Так, уже нужно сбавить вес в маленькой короткой амплитуде. самое главное, ну, не только в отведениях, но вообще во всех упражнениях, это подобрать комфортный вес. Вот у тебя получается такой сет, да? Да, причем я работаю сначала на левую ногу. Ну, три подхода у меня идет на левую ногу, и потом три подхода идет на правую, потому что если я меняю ноги, то есть получается у тебя вторая стоит в статике. Тоже она работает. Да, и я не могу сконцентрироваться, я не могу именно поймать ощущения на целевой мышечной группе. Я просто чувствую, что мне тяжело, что у меня напрягается и опорная нога, и поэтому я сначала полноценно прокачиваю именно нужной мышечной группой, и потом меня... Так, вообще, это вот мы с тобой сейчас снимаем, обычно я веду тайны. Время отдыха... Сколько секунд? У меня отдых по 40 секунд, но это зависит от упражнения. Если упражнение такое несложное, то есть больше изолирующее, то отдых по 40 секунд, если это какое-то тяжелое упражнение, там приседания, хотя я их сейчас не делаю, то там отдых где-то минута-полтора. Поехали. Чувствуется бицепс бедра поработает. Сейчас ты меняешь ногу. Нет, я сейчас на нее уже делаю. Я не вижу. Да, потом она немножечко отдохнула, и мы уже прокачаем другую. Самое главное еще, тоже какая тут может быть ошибка, это включение работы поясничного отдела. То есть, вот сейчас у меня поясница зафиксирована, и я не даю в ней дополнительную работу. А многие, особенно когда берут большой вес, они что делают? Они начинают вот так вот делать вот это вот движение. Не буду его много раз показывать со своей поясницей. И тогда, естественно, мы перестаем чувствовать ягодицы, потому что нам мешают мышцы поясницы, они у нас заливаются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Потянуть ягодицы, главное не сильно это делать. Кстати, я обратил внимание, что ты без пояса, без всех вот этих карсет поясов. потому что вообще пояс, то есть в чём суть в моём случае. У меня больной поясничный отдел и пояс я надеваю в основном на тренировках, когда поясницы не работают, то есть когда я тренирую вверх, когда я тренирую плечи. В спине у меня очень мало упражнений, почему она так огромная. Но когда я тренирую ноги, я на тяжелые упражнения надеваю атлетический пояс и на вот такие маленькие, то есть я смотрю по ситуации. Если я чувствую, что я сделал что-то неверное, какое-то движение, у меня хоп, включилась поясница. Если я затяну себя поясом, она у меня вообще просто умрёт, потому что дополнительное сдавливание, и мне становится дискомфортно. Поэтому с поясом у меня такие отношения. Поэтому тут как бы кто-то носит пояс, чтобы просто перестраховаться, но это даже как-то чисто психологический момент, мне кажется. То есть ты... Ой, а зачем я передвигаю? Я уже два подхода сделала. У тебя ещё один подход. Да, у меня ещё один подход. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это, наверное, самый топовый вопрос в твоем директе Это просто вопрос номер один, но на самом деле его нет Я бы сказала, что вероятнее всего, наверное, гигодичный мост Потому что там даже новички могут сконцентрироваться И, в принципе, по технике несложно Но в целом все очень индивидуально Тут вопрос просто концентрации То есть вот в каких упражнениях ты можешь вытащить целевую мышечную группу Вот такие упражнения будут в твоем случае самые эффективные А так кто-то вообще в приседаниях ягодицами работать не может То есть ты объясняешь человеку, что нужно делать так А он вроде понимает, но ты видишь, что там работа идет чисто квадрицепс То есть она переносит весь свой вес тела вперед И ягодицы там работают минимально, а кто-то То есть ты смотришь, и там прям реально чисто ягодицами человек тянет То есть все очень индивидуально Это нужно смотреть по технике и по тому, как человек умеет включаться А у тебя есть такие упражнения, где ты, в принципе, не можешь почувствовать? И ты не делаешь это упражнение? Ну, в основном это как бы не то, что не могу Это выпады Выпады я делаю очень редко И там суть не в том, что я не могу почувствовать ягодицы Суть в том, что я очень сильно там работаю именно передней поверхностью бедра То есть у меня прям она очень сильно включается Речь идет о выпадах с продвижения вперед или на месте? Вообще о всех выпадах У меня с ними такая отдельная история Вот, да, ягодицы там включаются, ягодицы там работают Но больше работы там именно берет на себя бедро Поэтому я выпады делаю редко Но это не говорит о том, что это плохое упражнение И что там типа раскачаются ноги Потому что люди любят мыслить такими понятиями Что вот в этом упражнении раскачиваются ноги А вот в этом упражнении раскачиваются ягодицы Ну, как бы нет Все работает не совсем так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть, например, девочки У которых генетически ягодицы, ну, большие Вот, это один момент То есть тут мы можем говорить, что у девочки хорошая генетика Вот, а есть генетически отзывчивые мышцы То есть девочка не обязательно должна быть изначально с большой попой С такой прям хорошей мясистой Но у нее отзывчивая мышечная группа именно ягодичная И когда она начинает тренироваться То есть там прогресс просто молниеносный Реально, смотришь за пару месяцев, ну, человек просто накачал такую попу А она может даже не понимать, что она делает То есть там может не быть никакой системы Она вот просто делает такие, ну, самые ходовые упражнения на попу И поскольку у нее эта мышечная группа является отзывчивой У нее огромный прогресс Другие люди, они смотрят и говорят А как ты ее накачала? А какие упражнения ты сделала? Вот это, кстати, такая больная тема фитнес-блогеров Потому что есть такие люди, у которых, ну, вот просто, ну, вот так у них Она там 10 раз, грубо говоря, поприседает Все, у нее ягодицы накачаются Но это такие люди, один на десятки тысяч То есть нельзя ориентироваться по чужой программе Нельзя ориентироваться по чужому подходу Потому что все, ну... Индивидуально Да, конечно, все настолько индивидуально И никогда не будет такого, что, например, ты будешь тренить по программе какой-то девочки И типа ты вот сделаешь такую же фигуру Ну, конечно же, не сделаешь Потому что это зависит от пропорции Это зависит от того, там, как мышцы отзываются на нагрузку У меня, например, вот плечи являются доминирующей мышечной группой Ну, вообще, верх То есть спина, плечи Меня тоже спрашивают Типа, знаешь, как ты там тренируешь их? Просили записать тренировку на плечи Я такая думаю Ну, а что я вам закажу? Вот просто отведение одного упражнения Потому что действительно мне достаточно потренировать Ну, не знаю Пять тренировок я сделаю Все У меня уже будет такая хорошая наполненность У меня уже как будто увеличатся объемы Потому что, ну, это просто мега какая-то доминирующая группа мышц у меня Я когда наполнюсь, я выгляжу, мне кажется, в два раза больше просто Особенно если я тренирую там плечи Вот, кстати, на тренировку вверх И единственная группа мышц осталась Которую я, в принципе, сейчас тренирую Это средний кучок дельтовидных мышц Потому что все остальное Мне даже на анализе сказали Ой, ты типа, ну, прям увеличилась Говорят, спина у тебя такая мышечная Я думаю, я вообще уже не тренирую Я уже просто не знаю, что делать Ну, у меня есть какие-то просто поддерживающие тренировки Ну, такие чисто физкультуры Физкультура, да Просто реально я прихожу, занимаюсь физкультурой Мне говорят, что у меня спина увеличилась Я думаю, блин Я не знаю, что Надо просто даже пакеты не носить, наверное А то как-нибудь подниму так неудачно с пола и все Спина такая выросла Нет, ты зря я сейчас снимаешь Мне же нужно приноровиться Я сейчас буду пан Это вообще какое-то лютое упражнение Видится, что ведра просто умирает Умираем Это вообще ласточка Я ее когда-то давала в марафоне своем Но давала просто без веса И, в принципе, даже без веса Если ты концентрируешься То очень жесткая идет работа Но потом я стала ее включать еще в свою тренировку То есть можно делать, например, с кантелями Но тут мне нравится больше Потому что лучше получается удерживать равновесие А так упражнение очень крутое Но для новичков, возможно, будет сложновато Потому что тут нужно и равновесие удержать И поймать целевую мышечную группу Еще и поясницу не включить То есть такая работа не совсем простая Но если тут научиться делать Это прям очень крутое упражнение Вот то, что нужно на бицепс бедра Вообще в тренировках на бицепс бедра Тут тоже очень важно Его как бы не раскачать Потому что у меня, например, вот он отзывчивый И я работаю с маленьким весом Потому что если его раскачать То есть что происходит? Мы вроде хотим сделать красивый переход Красивое деление Проработать детализацию Но если мы сильно стараемся То он начинает расти И в итоге он просто сливается с жопой Особенно если ягодичная сама маленькая Вот что делают многие девочки Они недорабатывают ягодицы И они перекачивают бицепс бедра И получается все сливается Да, и получается, что все сливается Особенно вот когда у девочки отзывчивый бицепс бедра И она его прям усиленно качает То есть там ягодичная особо не прогрессирует А бицепс бедра растет И он такой хоп Здравствуйте Поэтому тут тоже нужно Вообще самое главное Это изучить свое тело Какие мышцы хорошо реагируют Какие плохо А как их изучить? Пополнять упражнения? Конечно Ну только да Только практика В любом случае нужно время То есть как мы это понимаем? Мы это понимаем чисто визуально Тут непринципиально В принципе можно работать поочередно Но такая изолирующая тренировка У меня почти всегда выстраивается Сначала на одну ногу, потом на другую Я сначала полностью убью левое Потом перекинуть на правое У меня спрашивают А как понять Типа вот Сделаю я красивую фигуру Или там Сделаю я фигуру для фитнес-бикини Но в принципе Начать тренироваться Начать правильно питаться И уже смотреть по прогрессу Конечно Если мы говорим просто про фитнес-бикини Типа как понять Но это пропорции Пропорции видно сразу И тут Уже от пропорций Зависит я бы сказала сроки Потому что Нет такого Что если у тебя плохие пропорции Или какие-то Ну не супер идеальные То все Тебе дорога в бикини закрыта Но это так не работает Потому что Очень много примеров Когда девочки С Ну так скажем Не очень хорошими пропорциями Выигрывали Вот Тут Я забыла что хотела сказать Я сбилась с мыслью О чем я говорила А да О сроках Понятно что Девочка с хорошими пропорциями То есть Она будет Ну скорее всего Быстрее Успешно Потому что Там Ну и работать можно Поменьше А девочка У которых пропорций нет Она создает Собственно Она берет Точнее качеством И она выстраивает Эти пропорции Например Там узкие бедра Да Что мы можем сделать Ну Сами бедрами Мы ничего не можем сделать Мы можем просто Набрать В средних Ягодичных И тогда В фронтальной позиции У нас соответственно Будет Такой Больше Фигура Песочные часы У меня нет бюдж Если на то пошло Но Просто Я вот именно Свою фигуру Создаю Работать Работать Состояние Вообще Вообще Не так много Упражнений Которые прорабатывают Хорошо Бицепс бедра Можно Например Делать Сгибание Но Почему я его не делаю Потому что Там в принципе Не работает Ягодичная Там Ну Работает Конкретно Бицепс бедра А поскольку Он у меня является Отзывчивым Я стараюсь Не давать Именно Вот на него Нагрузку Я всегда стараюсь Чтоб Подключалась Еще и Ягодичная Ты про сгибание Лежа В тренажере Да Тоже Обожаю Вообще Тягу На Одну Ногу Потому что Тут Хорошо Получается Сконцентрироваться Музыка 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 Суть в том, что мы даем нагрузку только на левую ногу. И тут важно второй ногой не упираться, то есть вторую мы просто как бы приставляем на носочек и полностью концентрируемся именно на растяжении и сокращении левой ягодичной. По поводу резинки, ну редко когда я ее добавляю, просто вот решила сейчас добавить, чтобы еще дополнительно дать нагрузку на большую ягодичную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы прокачать ягодичную, мы должны максимально отвести таз назад, то есть вот как будто сзади стоит стеночка, да? И мы представляем, что мы вот тазом должны до этой стеночки докоснуться. И движение у нас всегда первое, это тазодоминантное, то есть мы должны отвести таз. А многие, они что делают? Они вроде как таз отводят, но первое движение начинают с работы корпуса, с наклона. То есть они вот выполняют упражнение вот так примерно. Вот так. Конечно, тут идет в основном работа в пояснице. Наша же задача вообще поясницу максимально выключить. Понятно, что она в любом случае у нас будет работать, но основная работа все-таки должна идти на ягодичную. на лице из бедра. И при этом ягодичную мышцу – это гиперэкстензия. Вот, пожалуй, его тоже можно выделить, но сегодня я уже его делать не буду, потому что в принципе мне достаточно сегодня нагрузки на бицепс бедра. Еще будет отведение на среднее ягодичное. И все. Кардио после тренировки? Вообще кардио тоже спрашивают, типа, обязательно ли делать кардио после силовой или вообще делать. Ну, это зависит от формы. То есть для сердца вообще полезно делать кардио. Ну, хотя бы там два раза в неделю его включать. Но если мы отталкиваемся именно от формы, то тут все индивидуально. То есть кому-то нужно делать кардио. Там чем больше, тем лучше. Ну, то есть человек медленно сохнет и, соответственно, да, ему нужно больше кардио. У меня кардио, ну, его практически нет. То есть я делаю кардио только на лесенке. И то потому, что там хорошо прорабатываются ноги. А я, ну, работаю над делением, над детализацией мышц передней поверхности бедра. Что делаю на среднее ягодичное? Ну, во-первых, это отведение в кроссовере, когда мы стоим и просто отводим ножку в сторону. Но тут главное работать именно средней ягодичной. Как понять, можно просто вот руку положить и, собственно, почувствовать, как она у нас сокращается. Хорошее упражнение, но последнее время я полюбила делать его с резинкой. Почему-то лучше получается именно сконцентрироваться на средней. То есть не в кроссовере с манжетами? Нет, но это вот последнее время. Почему-то в кроссовере я стала хуже ловить ее. А вот с резинками прям хорошо. Резинки, на самом деле, классная вещь. Потому что вот для каких-то маленьких мышечных групп ее более чем достаточно для проработки. Потом, что еще? И... Блин, да на самом деле много упражнений на средней ягодичной. Я такая просто первые секунды подумала. Ну, что там, отведение, отведение в тренажере. Я сейчас такая вспоминаю. Да нет, в принципе. Не только это. Но это уже надо отдельную тренировку снимать на средней ягодичную. Основные упражнения, где именно вот только она работает, ну, в основном, это отведение и отведение в тренажере, когда мы сидим. Можно еще включать ее дополнительно в других упражнениях. Например, в приседаниях плие, когда мы, соответственно, ноги ставим шире, носки разворачиваем, приседаем. И тогда, да, у нас хорошо включается средняя ягодичная. И хорошо она прорабатывается еще в косых выпадах и в жиме ногами. Например, вот, кстати, я в жиме ногами ее очень хорошо чувствую. Хотя считается, что это вообще упражнение на проработку квадрицепса. Но, опять же, все индивидуально. Как ты включаешься, с какой техникой ты делаешь. А, да, в принципе, даже можно, наверное, на коврике делать. Можно даже на скамейке делать. То есть тут мы фиксируем гантель. Ну, вес, конечно же, подбирается, в принципе, индивидуально. И работаем на отведение. То есть принцип всегда проработки средней ягодичной – это отведение. Хорошо работает. Не нужно забрасывать сильно высоко. То есть работает в такой небольшой амплитуде. Но какой тут плюс? Плюс в том, что у нас не работает корпус. То есть корпус у нас, по сути, вообще не двигается. Вот, но сегодня я сделаю, пожалуй, просто отведение в тренажер. Тут просто идет выживание. Тут вот как раз-таки я делаю до отказа. Почему? Потому что тут сложно включить другие мышечные группы. То есть корпус у нас тоже изолирован. И мы можем работать именно средней ягодичной. Поэтому вот это упражнение можно делать до отказа. И опять же наклоняться вперед вообще не обязательно. Наша задача – держать корпус ровно. Либо наоборот откинуться. И что мы делаем? Мы как бы давим коленками в… Как оно называется? Ну, в упоры. В эту фигню. Давим мы коленками и концентрируемся на средней ягодичной. «Обычно отведение я вообще даже не считаю. Я делаю по таймингу. Бывает у меня такой опыт в тренировках, когда я не считаю повторения. Я просто задаю определенное количество секунд, в течение которых я должна работать. И чувствуешь, что уже, например, не можешь вытянуть. Ну, то есть отказ пришел. Просто сбавляешь вес и до победного фигачишь эти средние ягодичные». Вот тоже спрашивают люди, например, сколько повторений ты делаешь. Но суть же не в том, сколько мы сделаем повторений. Потому что повторения можно выполнять с разной скоростью. Важно же, сколько мышц находится под нагрузкой. То есть, по сути, важно как раз таки это. Потому что, например, 20 повторений мы там можем сделать за 20 секунд. Но это, объективно, очень малое воздействие на мышечную группу. Особенно вот новички. Они там приседают у меня раз, два, вот так. Вот просто как будто соревнование, кто быстрее присядет. Но когда мы прорабатываем мышцы, мы должны делать достаточно медленно и плавно. То есть, хорошо растягивать и полноценно сокращать. Поэтому тут дело не в повторениях. Тут дело именно как человек работает. И в течение какого времени у него происходит работа в этой мышечной группе. И если мы берем какие-то, например, большие, то вот когда я работаю по таймингу, у меня должно быть не меньше 40 секунд в этом упражнении. Потому что меньше это уже такое. Ну, меньше имеет смысл, когда ты, например, берешь большой вес и там работаешь на уменьшение. Там вес повышаешь и уменьшаешь повторение. Но у меня вообще такой практики нет. То есть, вес у меня всегда примерно, ну, он увеличивается, но они намного. Не так, что я там, не знаю, сделаю 150 кг, возьму на штангу и присяду два раза. Но такого, конечно же, нет. Всегда он примерно на одном уровне. Чуть больше, чуть меньше. Меняются вариации. Так, ладно еще разок. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Тоже, ну обычно, просто сейчас я на это забила, делаю в разных амплитудах, либо с прямой спиной, либо наоборот полностью прижимаю, и как бы немножко подаю таз вперед. А вот этот вариант, он даже тяжелее. О, видишь, какой трицепс, отражай мне. Просто они умерли. Больше всего я не люблю тренировать квадрицепс и икры. Вот, ну во всех мышечных группах ты испытываешь жжение, но в квадрицепсе я просто, я не могу, я хочу орать. Я хочу сбежать, бежать и орать просто с этого упражнения. Ну, в принципе, вот особенно разгибание. Это какая-то пытка. Ну, поэтому я, собственно, и не делаю. Ну и, конечно же, потому что у меня ноги отзывчивые. У меня, в принципе, нет смысла его делать. Полтора часа потренируемся и без уметь. Ну, это просто мы немного болтаем. Вообще так делать неправильно. Если вы идете на тренировку, то вот лучше ходить на тренировку в одиночку. Ну, это сейчас у нас исключение обычно. Вот особенно у меня, когда раньше. Сейчас такого нет? А раньше бывало у меня подруги. А давай сходи вместе на тренировку. А я знаю, что мы придем и там будет просто вот это вот. Я полноценно не потренируюсь. Поэтому я уже давно и не хожу ни с кем. Даже если кто-то очень просит. Ну и вообще, в принципе, я максимально погружаюсь в процесс. Никого не вижу, ни с кем не разговариваю. Так. Я не могу. Все. А третий подход, он меня убил. Убил мои средние ягодичные. Они отказываются. Бунт. Бунт на корабле. Держитесь. Ребята. Еще чуть-чуть. Молодцы. Я в вас верила. Вот так. Опа. Тут какой-то еще тренажер. Другой. Он прям очень сильно бьет средние ягодичные. Ну вот, собственно, и все. На сегодня моя тренировка закончилась. Надеюсь, вам понравилось и вы что-то смогли отметить полезное для себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok